Более сотни человек собрались вместе, чтобы улучшить экологию города. Северодвинцы решили привести в порядок многочисленные посадки в кедровом питомнике. Сейчас там растут 300 тысяч кедров и 4 тысячи дубков. Вскоре в питомнике планируют посадить и пихтовую рощу. Восьмилетний Тимофей – будущий богатырь. На субботник в питомник сотворения пришел вместе с отцом и младшим братом. Такая помощь неподъемной мальчику не показалась. Без нее, уверен Тимофей, маленькие кедры вырасти не смогут. Таскать всякие доски. Мне это нравится, но тяжело. Очень. Ребята принимают участие со мной и в субботниках, и во всех благих делах, которые не связаны с моей деятельностью, а с пользой для города. Безусловно, с детства привычаю, чтобы ценили труд окружающих. Ну и соблюдали чистоту в городе. Этот субботник посвятили погибшим защитникам Отечества и ветеранам. Всего на уборку и подготовку посадочных блоков вышли 120 единомышленников. Осенью здесь высадят новую партию кедров, а в будущем на территории питомника планируют вырастить пихтовую рощу. В будущем здесь будет партия. Но это нужно еще будет с властями согласовать, пойдут ли они на встречу. Ну, в общем, нужно ли это городу будет, вот так вот скажем. Если это нужно, то здесь будет уже партия. В данный момент мы стоим в пихтовой рощи. Ее пока не видно, но вот если приглядеться, то можно заметить. Сейчас в питомнике 300 тысяч кедров и 4 тысячи дубков. Помощь добровольцев им необходима. Обрабатывать посадки от сорняков в одиночку Андрею Аншукову не под силу. Поэтому он надеется, такие коллективные трудовые встречи здесь станут постоянными. Елена Киева, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.